Надо было еще хлопушку взять для синхронизации Очень удобно, полезно Здравствуй, Рома Здравствуй, обождите, сейчас я включу Короче, здорово, да, отстает Я открою, просто послушаю Короче, здорово, елте Окей Здравствуй Здравствуй Сразу хочу сказать, извиняюсь, что ехал так долго Свои проблемы, семейные, там, движения, работа Но все-таки приехал в итоге Ром, спасибо, что заехал, да, действительно А вопрос, ну, то есть тема беседа у нас такая Она отличенная, не конкретно о чем-то А скорее просто прошел большой промежуток времени После того, как встречались в последний раз Дай бог вообще, это было что-то не на битве за респект Битва за респект, да, третья Да, ну и, собственно, давай начнем оттуда Прошла битва за респект Ты там отличился Тебя все заметили Короче, круто Читал рэп Что, какие результаты оттуда пошли? Ну, знаешь, результаты Как Выиграл и выиграл битву за респект Наградил Путин Было много позитива, было много негатива В мою сторону после этого Ну, я как бы продолжил заниматься тем, что я делал раньше И, ну, не обломался с этой темы Многие не любят Путина в нашей стране А ни для кого не секрет, что на битву за респект Приехал именно этот человек Все задались вопросом Как? Жиган Имея звезды Имея судимости Имея такое прошлое Пожал руку Путину Сказал ему спасибо Даже начали какие-то видеоролики появляться То, что там Жиган там а-ля пиздобол И все такое Хочу сразу как бы поставить точку Я к Путину до сих пор отношусь очень Ну, хорошо Мне нравится этот человек как президент По крайней мере, то, что стало в стране происходить с его приходом После правления Бориса Ельцина Вот Это совершенно другая страна стала В ней есть возможность зарабатывать деньги Жить Получать удовольствие, одним словом Главное с умом все это делать Вот Почему я сказал спасибо ему? Я сказал спасибо хотя бы только за то, что с его приходом я попал под амнистию Вся вот эта вот пятнадцатилетняя, там, семнадцатилетняя школота Которая там пишет, что вот, Жиган, там, звезды Спасибо Путину Никто из них не знает, что такое Находиться в местах не столь отдаленных Зная, что тебе могут дать, там, от пяти лет и выше Ну, никто же через это не прошел Я, кстати, как и гуф, Леша Вот Попали под эту амнистию И мы знаем, что такое Сказать спасибо Человеку, из-за которого ты попал под амнистию и вышел на свободу Многие там начали Из строка кризис куски вставили Где я там читаю про то, что Мать, там, без работы и пацаны голодные И потом вставляют нарезку Спасибо, там, Путину Говорят, вот он читал, мол, блядь За плохую жизнь, за правительство, за гнилое, блядь А тут говорит, спасибо Путину Переслушайте еще раз песню «Кризис», только полную, а не нарезочку И вы поймете, что там нет ни слова про правительство Там, да хуя я говорю про, блядь Все это блядво в интернете Все это блядво на телеэкранах, которые сыпят деньгами, блядь Там, про то, как, блядь, хреново люди живут, блядь А они на экране, там, тратят бабки, жрут икру, блядь Ну, вся эта шоу-бизнесская вот хуйня Песня «Кризис», она про шоу-бизнес Но люди, которым нужно было сделать какое-то компрометирующее видео Они, конечно же, взяли кусочек оттуда, кусочек оттуда, кусочек оттуда и пиздец Как бы жигант пиздобол Ну, пусть так и будет Кто считает меня пиздоболом, пусть хоть хуем назовут Главное, чтобы облизывали почаще А я делаю то, что я делаю И моим близким это нравится И о близких очень много Как бы так Ром, слушай, ну, то есть, из сказанного, я понимаю К шоу-бизу ты никак не относишься Шоу-бизнес? Ну, что такое шоу-бизнес? Я пел песню с Биланом, блядь Там все сразу сказали, блядь О, блядь, он поет, он фичеринг записал с пидорасом Опять же, те, кому надо было, блядь На меня компромат сделать Они собрали нарезочки, блядь Сделали, короче, видос, где я на сцене с Биланом Окей Звонит мне Олимпийский комитет Опять же, это все та же битва за респект Мы же были на Олимпиаде И нас часто потом Олимпийский комитет начал вытягивать на те или иные какие-то вечера Звонит и говорит Открытие культурной Олимпиады Где будут дети-инвалиды Приехайте, пожалуйста, спойте гимн Олимпийский Я говорю, с удовольствием Я патриот своей стороны Я с удовольствием свой гимн Олимпиады Сочи Тем более, одну из официальных версий Олимпиады Ну, гимна Олимпиады читал я Вот, я сказал, я с удовольствием приеду Я прочитаю, кто там будет Мне сказали, там будет кубанский казачий хор У меня уже давно песня с кубанским казачьим хором Мне в кайф увидеть этих людей заново Там будет Игорь Мутман Лучший саксофонист России Там будет Диана Гурская Там будет Дима Билан Никто не сказал про то, что Жиган пел с казачьим хором Никто не сказал, что Жиган пел с Дианой Гурской Никто не сказал, что Жиган пел с Игорем Бутманом Зато все сказали, что Жиган пел с Биланом С пидорасом Я до сих пор считаю, что Билан конченый пидорас Черт Ну, я же с ним руки, блядь, не жал Я с ним в десна не жахался, блядь С того рот ебал, если на этой, блядь, сцене Боря Моисеев бы не пел Что мне на нее теперь не выходить Потому что там Боря Моисеев на нее заходил Окей, сидишь в ресторане, блядь С кружки попил какой-то пидорас Кружку помыли, тебе принесли чай Что, ты тоже пидорас? Не, ну кто хочет поговорить Там многие, вот, понятия не соблюдают С пидором на сцену вышел Да мне насрать, я в автобус захожу Там тоже пидор может стоять Мне что, выходить из автобуса? Или из метро? Че за бред, ребят, вы, блядь, вы кого слушаете? Я пел с этим хуеплетом песню Да, гимн Этот хуесос забыл, блядь, текст Текст гимна Я угорал над ним, прям там Они же не поставили из полного видео, где я угораю над ним Они поставили, где я пою Свою часть И Билан рядом Окей, вы считаете, что я там спел С пидорасом, там плохо Считайте, как хотите Я знаю, что, опять же Это, блядь, ну полная хуйня Это те люди, которые хотят До чего-то докопаться Они по-любому докопаются Понимаешь, да? Что моська на слона Она как гавкала, так и будет гавкать Но только ни один из хуесосов не подошел мне в глаза Ничего не сказал Ни один Хотя я ни от кого не прячусь Я живу в Братеево Студия у меня в Выхино Я в Выхино нахожусь каждый день Там, грубо говоря, там с 8 утра, там до 9 вечера Приезжайте Вишняковская 29 Вот он я Ни один хейтер не нашелся Ну как бы Это все к тому, что Я хочу одно только услышать Значит, Путин Отношения с Путиным Мне просто интересно Он что, вот приехал и все И забыл, бросил Или все-таки еще как-то складывались Вообще, я понимаю, что Путин, да Это такой человек Который, появившись один раз в жизни Рэпера Рома Жигана По сути, он ее изменил Изменил в лучшую сторону Вот люди, которые сделали Видеонарезку, где там Жиган пиздобол Вот кричит, что Мать без работы Пацаны голодные А сам Путину руку жмет Хочу сказать, что После битвы за респект У меня появилась куча возможностей Не в рэпе Не в музыке Я возглавил Младежную палату в своем районе Мы открыли уже две школы Для детей Это школа Дмитрия Носова Боевое самбо Дзюдо Где дети могут заниматься Чуть ли не за бесплатно у нас И Школа ножевого казачьего боя Дмитрия Демушкина Мы боремся с алкоголем С продажей алкоголя детям Так вот У меня мать Безработная Сидела без работы У меня брат инвалид Родной брат инвалид Его никуда не брали на работу Все спрашивают Вот как ты там относишься К тому, что там Очень много приезжает Там со Средней Азии Там с Северного Кавказа Там вообще Там работают Я говорю плохо У меня брата Мы не могли брата моего Устроить даже в пятерочку На работу Чтоб он просто был Как это Менчендайзер Блять Товары раскладывал Но получал Но получал какие-то Маленькие деньги И имел Блять В своей трудовой книжке Штамп Что он работает Мы не могли этого сделать Так вот После этой битвы За респект После того Как все уже Ну задвигалось Я нашел работу Своей матери Я нашел работу Своему брату Который сейчас работает В нашем спортивном комплексе Его никуда не брали На работу Так вот Опять же Вернувшись к этому видео Может быть Все таки не все так плохо Мне кажется Если человек стремится Чего-то добиться Он по-любому Этого добьется И не нужно ждать Там Чего-то Там Манны небесной Нужно просто стремиться К этому Я стремился Я это все получаю Сейчас мы работаем Мы не занимаемся Какой-то херней Пока там Хейтеры сидят Там Пишут в интернете Там Днями и ночами Думая что Изменят что-то В этой стране Нихуя не так Нихуя Мы делаем Мы открываем школы Блять Мы занимаемся С детьми Сейчас провели Акцию Акция очень серьезная Из 10 палаток Двум маленьким девочкам В 9 палатках Продали алкоголь Подумайте 10 палаток Хозяин палатки Керимов Русская фамилия Просто очень редкая Наверное гражданин Азербайджана Продали 9 палаток Продали детям алкоголь Что мы делаем Мы предупреждаем Продавцов этих палаток Мы говорим Что если мы еще раз Заметим Как вы продаете Детям алкоголь Пизда вашей палатки Не слышали тему Где сгорело Три палатки Слушай Ну это вы Сейчас вот я слушаю Да Вы крышуете Реально крышуете Никто не крышует А зачем нам крышевать Что там Мы предупреждаем Знаешь как в Дагестане Борются с алкоголизмом Не знаешь В Чечне Приезжают к магазину Алкогольному И вешают табличку Не продавайте алкоголь Мы даем вам неделю Чтобы вы убрали Из продажи алкоголь Если В интернете залезьте Посмотрите Как борются В Махачкале И в Дагестане И как борются В Чечне С алкоголизмом Приезжают все Неделя прошла Не убрали Алкоголь Приехали Бравые ребята Расстреляли всю продукцию Женщину вывели Взрыв пакет кинули Уехали И не бухает никто А у нас в стране Все курят Все бухают Все занимаются Какой-то хуйней Вот я с русским Сейчас общался Он сказал Что я против алкоголя Я за спорт Я тоже за спорт Я занимаюсь боевым самбо Я против того Что молодежь Спивается Реально спивается Бухают Курят Конечно Стадо Это позиция понятна Она понятна И все ее понимают Разделяют Вопрос знаешь в чем Ты же сидел Да У тебя Ты живешь вообще По понятиям Да По понятиям Придерживаюсь Конечно И между тем Ты возглавляешь Молодежную А это не мешает А не мешает А что мешает Конечно А какое противоречие Я же не в милиции работаю Я же не во власти У меня нету Корочки никакой У меня ничего Это общественная организация Куда может Даже жулик Вор Ему надоело на это смотреть Он так же может быть В этой организации Это не противоречит Одно другому Когда говорят Вот ты Путину Пожал руку Блять Там главному Церберу Блять Он не мент Начнем с этого Он подарил свободу Там ситуация особая Он подарил свободу Да Да Вот как раз Кто говорит Я сказал А вот что бы ты сделал На моем месте Вот ты стоишь Выходит Путин Что бы ты нахуй Послал Бля Ну расскажи Это бабушке В кедах Мне это причесывать Не надо Бля Я в эту хуйню Не верю Любой Кто стоял бы На моем месте Кстати У нас с Васей И Бастой Тоже Были на этот счет Разногласия Прям реально Разногласия Вася говорил Что я вот не прав В этой ситуации Я говорил Что я прав В итоге Там Мы пообщались Сели на газгольдере Мы решили всю движуху Вася понял Не поверю Что Вася Не пожал бы руку Вася Он с большим Приспектом Пожал мне лапу Прям сказал Все я все понял Все движухи Никто же не знает Что я сейчас Член комитета По защите Прав заключенных Никто об этом не знает Мы помогаем зэкам Мы помогаем тем Кто сейчас сидит А что дало мне Возможность помогать им Респект Путина То есть я Он перед тобой Открыл Открыл двери Открыл очень много дверей А что узнают Или приходится Как-то представляться Ну представляешь Всегда приходится Представляться Ну люди которые Сидят там В кабинетах Они не слушают Ты знаешь Много сделала Много Сейчас уже нет Сейчас уже сам Как в своем Вольном плавании Сейчас начал сам Двигаться Как бы Свои дела Уже по своим заслугам Как бы люди Начинают узнавать Но путинский респект Он много В тот момент дал И мне как бы Приятно Поэтому я на столько Времени ушел Как бы из рэпа Вообще от меня Ну ни новых треков Не было Ничего Я как бы В один момент Просто как бы Забил Это еще может быть Кому как Потому что Там же был еще один Победитель Второй член Дуни Ну он не победитель Я имею ввиду Тот человек Который с Путиным Тоже разговаривал И как бы Получал респект Ну да Но я смотрю Что-то у Саши Ну Дуни Это Дуня Во первых Он хотел с вами Подписать контракт Это не камень Ваш огород Вот как раз Он если бы хотел Он бы подписал Ну да И тогда может быть Было бы все у него По-другому А так видишь Он выбрал немножко Другой именно тогда Ему показалось Что Муставе Ему даст гораздо больше А Муставе Вообще там Куча педерастов Блять на Муставе Ну вот Шоу-бизнес Шоу-бизнес И они кстати Они не скрывают Эту всю хуйню